Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я умом понимаю, что можно, что нельзя. Например, что если я сделаю какое-то дело, знаю, чем закончится, не совсем хорошо. Знаю, какие будут последствия и так далее. Но я не могу себя удержать, мне просто хочется это делать, и все, я делаю это, даже если потом буду жалеть, во всех сферах жизни это проявляется. Как будто два человека во мне, один умный, нормальный, второй, плохой, вредный. Иногда становлюсь спокойной, уравновешенной, доброй. Потом бац, начинаю вредничать, хулиганить и агрессировать. Ну, в первую очередь вы не задаете вопрос, то есть необходимый вопрос. Для психолога, вот, нужно, чтобы вы сформулировали, чего вы хотите, вот, и как вы сами планируете двигаться, да. Вот, что касается вашей ситуации, то, на мой взгляд, вы просто сдерживаете ту часть себя, которая вам не нравится. Вы ее отторгаете, и она прорывается, вот, через такие вещи, такие действия, такие ваши поступки и прочее. Необходимо часть себя эту принять и учиться ее выражать конструктивно, вот, заботливо, как бы эффективно. Вот, для этого, для этого, как правило, человеку нужно разрешить себе некоторые чувства, которые он считает плохими. Для этого, человеку нужно признать, что у него есть желание, которое не совсем вписывается в его образ, да. То есть, по сути, речь идет о том, что вы пытаетесь удержать тот образ, который вы себе нарисовали, при этом игнорируя свою природу. Вот, задача психолога заключается в том, чтобы восстановить целостность, да, чтобы вы перестали что-либо себе отвергать и, ну, научились этим пользоваться. Поэтому здесь история про психотерапию, конечно же, и, вот, регулярную психотерапию, работу, исследование себя, проявление выражения, адаптация, выработка навыка, проявление этого и так далее. Вот, как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам нажать на слабую работу. Всего доброго.